начать запись 24 декабря соступающим новым годом друзья вот огромные массив информации для вас который практически не изучается не исследуется даже с простого любопытства миллионы садоводов в этом не знают и просто далеки от всего ну а я служу с каким-то мультиком посмотрите начинаю с чего и так мы с вами окажемся у меня на последнем вебинаре который состоится после завтра в понедельник так вот и здесь есть такое момент я его решил выделить этот момент для этого у меня есть все основания давайте посмотрим давайте посмотрим потому что вебинар продолжается обычно еженедельно три часа я ничего не успеваю рассказать нет я много успеваю но не все это мы все что-то проходили что-то будем проходить и друг я получаю ну вот зачем было мне прислать вот это письмо вот эту информацию сейчас 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 а вот и где-то отсюда и так внимание друзья подмосковье посадят вишневый сад на 110 гектаров это многое вам скажу самый большой вишневый сад в московском регионе посадят деревню коробчёво с городского округа коломна коломна об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства продовольствия о какие-то специалисты ребята дальше делайте сообщить об обед крестьянско-фермерское хозяйство екатеринские сады берет курс на возрождение культуры выращивания вишневого сада в россии я набрал екатеринские сады и увидел что они занимаются чем угодно только не вишнями вот и так предправительство московской области георгия фирманов интересно он часто будет участвовать в этом лично потом же придется за базар отвечать объявление инвестиций составил уже больше 50 миллионов рублей подальше пойдут цифры и так министерского хозяйства продовольствия московской области предприятию был выделен грант агро стартап 3 миллиона рублей прибыли 8 тысяч отечественных саженцев вишни вот с этого момента мы начнем серьезно говорить если разделить 3 миллиона на 8 тысяч получается где-то 400 рублей ну то есть я не буду меньше полутыщи вот что меня смутило я вначале просто взял и набрал саженцы вишни и увидел какие вещи в принципе могут быть представлены раз вот этот катеринские сады вишни не занимались а сад решили вырасти где деньги немало и 100 тысяч и 110 гектаров немало где-то не брали для начала общая как выглядят саженцы вишни на рынке наши отечественные питомники вот они да то есть огромный искалеченный штамп и только там где-то на верхушках есть крона вот еще одна фотография видите вот и у меня есть такое большое смущение я вам показывал сайт московской землеевской академии который еще пытается уничтожить сильно жирная вкусная богатая земля миллиардом долларов я не говорил сегодня рублях площади москвы самой вот и когда вот так вот делают у меня большое сомнение я смотрю на это это же у нас учебный фильм как бы обратите внимание я не вижу что они здесь росли это вообще не шагашки запихнули и засыпали землю это значит что все вот это халтура нет если в горшках вытащить плотный ком еще есть какой-то шанс что она вырасти а если там выдернул и дам голые корни на этот вопрос ответа нет но сомнения большие почему потому что я показывал сайт вам с экрана сайт если это темиевская академия и там пока учат студентов как засыпать такие горшочки и шансы еще обробнее этих тирана такие горшочки меня это смутило и допустим они не эти будут садить это просто первопопавшийся с интернетом но обратите внимание нет надо начать гранать идет для записи а идет как ни странно и так получается что если такой принцип метровый штамп если здесь земля засыпана ну нету вот понимаете она по-другому выглядит когда в горшках свои горшки наши железовки не как только общение стоит все свеже насыпано только уплотнели как могли и метровый штамп означает что они уже больные больные а я эти миллионы ну и вот это крупный план это тоже с интернет и обратите внимание чудо вишня вот она слева посмотрите вот так вот делают везде где вот эти рамки туда проникает мороз это все инвалиды уже и будущее покойники чуть спустя малый объем корней огромный уже понимаете что нельзя с листьями засадить если хотя бы дерево спало спало вот еще серьезно сделать обрезку как предпосадочную еще может быть отрезать из крови шансы были вот это что ждет и наконец это тоже с интернета уже ближе к той теме почему листья вянут они когда деревья их просто будем проще и вовремя не посадили не продали теперь они вянут и вот полистья осыпятся после посадки выжить они не могут вот я в таких случаях оставить 10 процентов кроны тебе вот здесь еще шансы есть вот это обычный рынок но давайте про бравурную статью продолжаем читать после выхода на проектную мощь в 2027 году это через 4-5 лет планирует производить 700 тонн вишневый год не верю хотите я бы даже голову на плохую против вы проиграете рубль а я голову на плохую себя проиграю не будет никаких 700 тонн после выхода на как там было на проектную мощность то есть в 2007 году никаких 700 тонн не будет на базе христианского хозяйства этого года 20 гектаров был заложен вишневый сад планы христиан следующего ну посмотрите на него крупный план планы христиан будущего года еще 24 гектара осени 5,5 раз достигло 110 гектаров вот тогда и будет то есть два этапа вот ну и я что сделал в начале я просто взял сейчас поймите откуда растут эти вы просто гляньте показать фотографию как видите ничего особенного как видите ничего особенного 700 тонны соберешь соберешь не соберешь не соберешь не соберешь не соберешь не соберешь а дело в том что откуда дровишки откуда-нибудь вот это все сейчас будем искать начали пролезли вот это дело получено это случайно мой сад и так продолжение браунной статьи все-таки начали покажу вы видели фотографии я выбирал уже откуда все догадать вот эти фотографии вот эти вот это чуть не жаря вас и три года вот эти фотографии вот это назовешь а вот это назовешь это же сибирь это шашинский район деревня красный хутор это фермер железа вот это вот это мелкие что говорить крупные тоже есть но у меня десятки фотографий в другом месте вот это это первый попавший вот это это я с украины районировал хоть и говорят невозможно районировать в сибири ничего тем более садоводолюбителя кстати фермер вот дальше и наконец вот она сибирь вот мое дерево ну сравнивать теперь самое главное итак добавить фотографии одни городе колобинская московская область и досада выбран не случайно наиболее благоприятный до вращения вишни вот московская область но все 8100 саденса внимание выращивать тамбовской области специалистами федерального центра имени мичелина помимо вишневых деревьев еще 15 га черно-смородина а потом будет 25 га черно-смородина там попались и еще собственно цепочка и так ребята приехали что я сделал дело в том что я кто еще не знаете очень продокомнил с этой дамы откуда она взялась ну взялась она из красноярска она на этот момент когда снимался эти фотографии она была студенткой не простой студенткой путинская это самый диплом стипендиазм там десятки если не сотни научных статей и и каким-то чудом уговорил руководителя железова на практику первым приехать и приехала но то чего я учил вроде бы элементарная вещь извините в университетах это не учили в университетах это не учили сейчас вы поймете к чему я показываю потому что у меня была командировка в тот самый институт и она привезла бесценная фотография вот ее учебу вот ее учеба поверьте в институте этому не учили ее сейчас вы будете сравнивать она привезла в фотографии в том себе абрикосы мы интересуем бишни ну на всякий случай сравните там ведущий институт называется ведущий куда он только ведется непонятно его обратно уже сейчас после моей учебы забрали бы обратно уже чтобы там тоже такие были это никому в голову не приходит почему-то это подряд вот настоящего чего белла касс это это тоже в институтах все таки проходят вот это показать и как обычная рабочая фотография учеба просто два с половиной метра вот это и есть настоящая учеба а теперь внимание в институте в этом самом сейчас я ближе познакомлю как случилось поехала сама она просилась и каким-то чудом она умудрилась еще там пройти обучение и получить даже какой-то диплом вот и вот ее фотографии сейчас поймете к чему этим людям всем надо низко кланяться вот как растение не может прижиться расти на чужой земле так человек погибнет без своей родины а я бы добавил вторую фразу подписался если чужую землю если чужой землю если чужой землю не нет родины поэтому и побежали когда эти самые ладно не будем про политику и так мы том самом центре вы думаете меня это восхитило это 21 веке вот это вот отрывалась мелкая больная лепиха вот вот не надо туда вот эту экскурсию взять вот сейчас бы надо будет туда отправить обратно вирусанна савинич мой учениц уже чтоб все это кардинально переделывать ну что у меня два раза крупнее ну еще немножко приводит впечатление ну так я уже ворчу 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 леса можно туда собирать никак не получше ну а дальше вот они саженцы вот такое количество саженцев можно только на продажу они сидят уж только не надо а у них эти они предпринимают их на эти на клоновые подвои те самые которые которые польза как от козла молока вот они виталий да глади да но у нас нет у нас нет вот я уже стараюсь быстренько что ухожу какая смородина у нас в этом туда я в наиске жил туда это крупнее дикая так кое-что обои ты хорошими кстати чешли видите абрикос видите не сказать что деревья здоровые непонятно они ветки просто отрезаны что-то по принципу лишнее что на мой взгляд неправильно и принято так или сухие отрезаны но судя по тому что здесь комет похоже они живые отрезали чтобы осветить дерево у них такая привычка есть вот сейчас вот это все поговорим и окажется между ряди пропахивает тут я согласен иначе пожар уничтожить сад вот таким внешность вот это настоящий сюда вот это да сейчас видео подарок с абрикосами я уважаю таких людей безмерно еще чуть-чуть подняться поделиться опытом он бы черт от меня перенял глядишь бы вот она черешня яблоки это хорошо сказать что они это меня впечатлили если у меня нет 20-30 см яблоки или груш на дереве для меня это не серьезно видите вот они густо растут зато они более калиброванные чем мои вот это мне не нравится вот это совершенно ни одной травинки ни одной травинки вот так где содержать сад для меня это ну прошлом одни век но не верю что с этого толку будет но не верю так что такой саду даже научный сад не должен почему давайте делим на три части сад обычный дачный вот я апологет этих садов сельсовая культура в качестве подвоя обычно это сибирка или родетка так мощный рост это не какие-то два метра два с половиной это 5-10 метров до высоко да неудобно да падают часть калечится но это настоящий сад настоящие мощные деревья с длинным веком это раз это именно ну подходящую не могу сейчас найти подходящую фотографию мне для этого надо лазить по своему архиву второе это чисто промышленные сады они закладывались на юге виталий дошло до луговых садов почему их называют луговые два-три года и бульдозер успеют дать это не просто урожай на вот таких вот ну на севере нашей полосе средняя европейская российская полоса она совершенно не годится до них очень много недостатков очень много болезней на юге там получается до 40 обработок виталия испании потому что иначе не выращившись в строгих формах калиброванные крупные вроде бы вкусно но 40 обработок это смертельная трава о чем привозят к нам сотни тысяч тонн и нам об этом не говорится ну и третий вариант опытный сад опытный сад извините его нельзя садить по принципу промышленного сада каждое дерево должно быть индивидуально каждое дерево должно иметь подвой в виде сеянцевого саженца сеянца вот эти варианты поэтому с этим я не согласен но мы должны дойти до вишни вот черешни мне нравятся вот эти вот они черешни правда я не видел урожая тут есть такое но можно выводить новые сорта черешни но их яму никто не опыляет то есть я сказать некому тут уже особые смешанные сады вот а тут моносад получается и это моносад ну не урожай болотки соскрывали видимо пока дарина сада приехала туда уже было поздно черешни это ранее ось они уже отошли вот черешни крупным планом видите эту рану почему их делают а они торчат бог не положено вот распластанные вдоль ряда это можно а эти нет но зато рано страшно думаете долго проживет мороз это извините тамбовская область этого мне это не африка ну это тоже урожаем я не назову это не урожаем это не назову и так моды сады опылять некому явно-явно-явно-явно так культуры не растят, культуры растят так вишни, черешни, вишни, черешни две вишни черешни, три вишни черешни, они друг друга будут получать культурные гены вишни даже с помощью Это и меня отвлекся, но куда бежать, только сейчас я вот эту правду вставил, чтобы понять Аксения, его использовал еще Мичурин, почему-то в Телегоне он не использовал, может быть оно более современное слово. Аксения явление, когда пыльца оказывает влияние на качество, пусть химический состав, срок созревания у перекрестного опыляемого и оплодотворенного растения. Поняли? Поэтому я говорю, вишня, черешня, две вишни, черешня, две черешни, вишня. Вот обязательно им должен быть такой донор. Вот поэтому вот это слово Аксения я выделил для того, чтобы поговорить на вебинаре. Вот это вот, даже знать, это понятие ведет от Мичурина. А потом считается, ну что в генетиках, и если это генетика, это значит, что потомство невозможно на него воздействовать в течение одного, двух, трех поколений, нужно миллионы поколений, нужно десятки миллионов лет, это и есть генетика. А вот такое понятие, оно и исчезло из современного научного общества, скажем так. Ну а мы с вами вернулись, возвращаемся обратно в ГИИ. Так, почему в самом начале, а вот мы где. Продолжаем. Итак, это моносады не годятся, нужно перемежать с вишнями. Вишня дает морозостойкость, сопротивление к болезням, прям напрямую черешням. Черешни дают вишням это, ну назовем это благородство, породу, назовем это культурность. Хотя, конечно, снижает немножко их морозостойкость. Процесс взаимный. Жаль, его не используют современное садоводство. Потом мне надо будет взять, это я могу сейчас прямо сделать, вот это вот. Ну это учеба. Ладно, я потом вот эту фотографию выделю, покажу на вебинаре. Что такое механическая обработка, ради чего делать ветеран. И про, ну на сады тоже скажу. Потом я это скопирую, перенесу. А мы идем дальше. Яблони, груши, ну, шедевры. Знаете, именно с Подмосковья мне прислала Мараховская Ирина. Вот нету этого нигде в интернете, нету в науке. Иган-Подмосковья совершенно, название, возможно, даже чисто партизанское, незаконно. Влады, я вам показывал, 500-600 грамм невероятного размера и в то же время вкуса, что редко случается. Вот это есть. Ну вот это-то, еще раз, у вас есть там студенты. Ну что вам нельзя их послать в эту экспедицию? Экспедицию тут же, за 10 км, за 20 км, в правильном случае, в общем, 30 км. Ну куда студент сейчас сможет? На эмспиде хватит. А на этом, на поезде, на это. Вот. Хочешь пятерку, привезешь вот такой вот. А мы здесь и семечки возьмем, мы и веточки потом возьмем. Нам нужно все, всю страну нужно проверить на это. Зелеза уже смог. А это что? Ну, сказать, что ради этого институции, ведущие. Я потом подкоряюсь, еще раз покажу свой, свой для сравнения, если вспомню. Ну и наконец сейчас дойдем до вишни, почему? 110 гектар вишни. Ну, в общем, вы поняли, меня это ничего не поразило, не заразило. Вот. Ну что это такое? Разве можно так, что-то, если даже бездерно? Прошлый век, поверьте, они, это ошибка. Это, я говорю, ошибка. Это длительный труд, это солярка, это рабочая, это зарплаты, это искалеченная почва. Чем их кормить-то? Ведь эти же кормить-то надо. Сейчас вот это листва упадет, и опять запашут. Ну что это такое? Или еще граблями, не дай бог, соберут. А я еще подхожу. Вы знаете, единственное, вот тот товарищ, я не знаю его, да? Вот абрикосы, вот, кланясь, конечно, это не наше, то, что мы в Сибири добились, а на Урале. Вот, вот этот мужик, отлично. Ну, почему бы ему не это самое, не обратиться к железу? Неужели так уж не, интересно не распространяется? Вот, набрать абрикосы, и тут же железа ущельца. И абрикосы я вам показывал какие? Вот. Я вам где показывал? Ну ладно, продолжим. Вот он, вот за это ему спросил. Вот уже настоящие культурные абрикосы. Вот, вот это я ему низко кланяюсь. Вот. Потому что даже это в наше время редкость. Ну и, наконец, я все-таки надеюсь дойти до, дойти до... Ну, кстати, абрикосы, видите, они, допустим, сейчас падать будут. Один ветер может все это сбить. Вот наша, это, героиня дня. Елена Александровна Савинич. Теперь она уже не студентка, которая проходит практику, но теперь она уже аспирантка. Сегодня. А тогда это просто студентка, которая сильно, это самое, назовем ее так, мягко, сильно смелая. Вот. Ну и потом, когда все эти абрикосы будут падать на черную землю, они будут сразу портиться. Вот. Вот они, вот они, вот они. Но тот мужик, тот садовод, конечно, выдающийся. Услов нет. Вот с ним бы я дружил бы. Вот. Вот это еще раз он проскочил. Вот это уже. Вот это я ему кланяюсь. Опять абрикосы. Вот. Вот эти абрикосы падают на черную землю. Вот это я не согласен с тобой, дружище. Спасибо, Елена Александровна. Вот. А то сейчас такое времено настали, что абрикосов нет, садов нет, а саженцы продают миллионами. Вот. А где брали? А где брали? Не уже сниска. Вот набрали смыта вишни. Вот, 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 вот. И так. А вот видите, как абрикосы портятся. Это, это сад, ну, конечно, не промышленный, это сад испытательный, но все равно неприятно, когда нет дерна. Лично мне неприятно. Вот еще ближнюю покажутся. Вот, пожалуйста. Вот здесь они должны взять садовцы. А если садовцы будут давать такие урожаи, вот. И получается, что все, закончилась эта папка. Мы побывали, как бы, в командировке. Вот. И должны, в принципе, закончить этот разговор. Как это будет выглядеть. Вот. Мы с вами были у меня. Ну, в общем, возвращаться опять туда, где мы были, все сильно грустно. Может, на последок показать у меня. А, мои вишни я уже тоже успел показать. Так. И тогда еще просто зайти на эту. Зайти в мою фотогалерею. Вот. Я хочу, чтобы первое, чтобы умел находить так. Набираем. Сарик. 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 О. Да. Ж. Ж. З. Зала. Так. Это в Яндексе. Вот. Верхняя строчка. Специальный сайт. Я уже не раз покажал, но заходов мало. Ну, что такое в сутки. 60-80. Да, огромной страны это смешно. И, наконец, хотите попасть на мой этот, вот гостевая книга. Хотите попасть ко мне на вебинар, он будет 26-го. После завтра от съемки этого фильма. Фильм можете увидеть завтра, может. И тогда успевайте на вебинар. Вот регистрация, регистрация, регистрация. Так. А теперь, чуть-чуть назад, и мы смотрим фотогалерею. Ну, теперь сравнивайте с ведущим институтом. Ну, у него миллиардные эти, как они самые, миллиардные бюджеты. Так. Вот. И мне кажется, что, наверное, ну, ладно, мне 72 года, 73-й, да. Ну, мой сын-то два раза на ложе, так. Вот. Он огромен, но елки-палки, ведь это все может, он один из лучших питомниководов. Он прекрасный приводчик. В ваших садах, я имею в виду, не Тимиразовка Академии, вот это имени Мичулина, вот, институт. У них, у вас никогда не имеют таких специалистов. Чисто практика, вы никогда ничего не добьетесь. Вот сейчас выше я вам показывал ваши достижения. Это, ну, у нас так получилось, мы, все, и это уже жимолость, и это уже смородину, и все, что вы там, все, что мы видели, или все, что наснимала Мичевенские, Ирина Александровна Савельевич, вот, абрикосы, яблони, груши, сливы. У нас все на порядок выше. Это как Мерседес у нас, а у вас как бы Запорожец. И тот старый, что весь, что ломается. Видели так дерево много больных. Вот в чем в этом и разница. И вот я к чему все это. Не просто так поворчать, что это, конечно. И с одной стороны, мне очень престижно, что мы впереди планеты всей. А с другой стороны, ребята, годы идут. Понимаете? Вот это вот, сейчас я буду вам показывать. Вот. Как жалко, почему крупный план не открывается. А-а-а, как обидно. Я хотел погадать вот эту девушку. Да что ж у меня такое случилось с съем. Фотогалерея, давайте еще раз попробую. Давайте еще раз. Почему? Это очень важно. Это стране надо. Я не стал бы там хвататься, я не стал бы ворчать. Старый ворчу, что вы хотите. Так. Вот. Ну вот теперь, что тут не открывается что-то. Что мне надо. Вот. Не открывается. Давайте попробуем еще разойдем. Так. Сначала. Специальный сайт. Фотогалерея. Вот. Сейчас посмотрим, откроется или нет. Чтобы я показал крупный план своих учеников, лучших. Железова Сергея. Вот же агроном. Он колес скончал. Не получилось. А мы тогда, знаете, как сделаем? Мы тогда сделаем так. Еще раз. Так. Это я выходил, заходил снаружи с помощью этого поисковика. А здесь что, не открывается или подождем минутку. Очень хочется показать. Ну-ка, сейчас посмотрим. Это у меня внутри компьютера вот это сидит. Смотрим. То же самое. Именно сегодня не хочется открывать крупный план. Вот. А жалко. Знаете, почему? Вот это крупный план. Это так хорошо бы рассмотреть. Вот Елена Александровна. Ну ладно, давайте уж так смотреть. Вот видите, контора пишет. Вот она изучает мой сад. Как на практику, там, месячный, двухмесячный, попал ко мне. Уже пять-шесть лет выйти не может с этой практики. Ну что это такое? Вот она. Вот она. Вот. Начало открываться. Ура, ура, ура. С опозданием. Вот, видите? Вот это хотел показать. Вот кто нужен, темирязевки. Вот за ними, за Сергеем, чтобы вот это все... Вот смотрите внимательно, ребята, невозможно. Не видно, не слыхано. Это как бы, вот понимаете, где-то уже во всем мире в Японии Мазды создавали, Тойоты, вот. А в Германии Мерседесы, а в России Запорожцы. И в Норильске в 6-80-е годы Запорожцы по талонам, по талонам лучшим работникам давали. И вот сейчас вот это сравнение Запорожца и Мерседеса. Вот оно. Вот вы Мерседесы. Видите? А вы видели в институте? Ведь это все два-три года прошло, как съемки. Как снимала она. Я вам предлагаю, отрывайте с руками. Предлагайте им, или вот как тем, знаете, 50-100 миллионов рублей этих самых в виде грантов землю давать. Или просто в институт там, чтобы это самое. Ну, ну, слов нет. Посмотрели? Посмотрели. А теперь крупный план. Это в 22-й год. И будем заканчивать. Я выбираю фотографию с живыми этими людьми. Вот. Вот это. Я надеюсь, быстро будет открываться. Слава Богу, открывается. Вот это. Вот, пожалуйста. У меня таких фотографий сотни. Все это настоящее, живое. Вот это. Это прямо Сегатолинский гор. Ничего. Мелощи, приятно. А для чего нужны? У чем мы, если чем мы, друзья? Где я сейчас тут был? Ну-ка. Это Сегатолинский фотографий. Вот она. Вот. Они рядом растут, королевские академики. Баи, фаины. Теперь вы поняли, что такое Ксения и для чего? А когда, в каком институте? Вы думаете, Ирина Александровна Савинича, она красная выпускница, красным дипломом. Ей это рассказывали, Аксения? Да она от меня это впервые услышала. Вот в чем дело. А телегония это вообще считается лженаукой. Какая за наука? Даже не лжа. Ее просто не существует. Ну и сейчас уже не выйдешь, еще немножко. Вот так я встречал этих самых. Одной телевидение. Сейчас еще покажу. Боженький ты мой. Боженький ты мой. Где вам показать фотографии? Это учебная фотография. Вот это. Это мелочь. У нас есть. Без полива. Без удобрения. До двух, с половиной, трех метров. Таких фотографий полно. Вот. Вот любуйтесь. А вы знаете, что в этой коробке? Вот той. Настоящая, чистая, стопородная черешня. Боднара. Никогда чужое не присвоил. Вот. Ясно? Тут можно показывать часами, часами. Это все невероятно. Это все не может быть. Вообще не может быть такого. Вот. И это все Сибирь. Не важно что. Уже ничего нет в России. Чего бы ему не удалось вырасти. А вот этого человека не оценили. Смотрите. Это Боднар. Это гений. Вот. Он держит в руке две книги. Левая это моя. Правая эту книгу он ждал. Сто экземпляров. На всю страну. А сейчас. Ой, где достать? А нигде. Вот. А вот видите эти абрикосы? Сверху это мелочь. Это я с Украины привез. Подарил черену. Ему. Сам привез. А через годы ему подарил. Я начинаю волноваться. Я начинаю волноваться. Сергея показать. Вот он Сергей. Это знаете почему они все испорчены? Сказать. Это на семена. Они лежат, лежат, портятся. И только после этого их собирают на семена. И это на семена. Вот так вот. Господи. Чего тут только... Кстати. Показать вам настоящие сельцевые гибриды. А-а-а. Вот так вот. Ну, по бактейнам саду. В фермерском саду. Не в науке. А вы хоть знаете почему? Чем они отличаются? А вот эти вот. Только такие они. Когда вот эти пятна. Попробуйте догадаться, кто папа. Вот. Даже про это. Вас прообещают расстрелять. Вы все равно не догадаетесь. Вот так вот. Вот они. Королевские абрикосы. Скромные. Кстати, Вова на фоне чего? На фоне на фоне. Ой, ну-ка, где-то. Сенька, ты где? Сенька, ну-ка. Вылезь, где ты. Сын. Да елки-палки. Я сейчас только тебя показывал. Давайте медленнее. Медленнее, 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 медленнее. Ой, кстати, опять не пропущу. Вот. Бельфорд Китайка. В пакете у него, правда, мелкая в этот раз. В два раза мельче. Это Герен подвоскорный. Это Бельфорд Китайка самого вечера. Вот. Я что-то вас не заметил. Вечерус коммуниституте. Показали бы. Ну, куда ты делся, Семен? Он был на фоне лишней моей. Ну, у меня, в принципе, такие фотографии добрая сотня. Ладно, не буду я тебя искать, раз я сейчас куда-то. Вот. Вот это лишняя. Это южная. С Украины. Сказать, ранировался. Смей, наука, смеяться будет. Какой-то право ранировать. Вот. А у нас уже есть вишни эндемики. 19 века. И довольно приличная, культурная. Чуть-чуть одичали, Владимирские. Вот так. А у меня же тема вишни. Из вишни мы делаем черешню. Я про это еще показывал, еще покажу. Скажите, этого не может быть никогда. Но потому что не может быть. Поэтому есть. Вот. Ясно? Ну, все я скажу. Вот. Знаете, почему здесь мой этот самый... Как он называется-то? Логотип. Железа Зов Сан Сиб. Да потому что и воруют фотографию. Официально заявляю. Больше 150. Уже около 200 плодопитомников. Интернет-магазинов. На своих сайтах. Использует мою фотографию. А значит, они мошенники. Вот она красота. Можно бы каждое рассказать подробно. Что было бы. Что было бы. Вот. Журналистка. Красноярская журналистка. Статью про меня написала. Я ее угощал этими самыми. Персиками. Вот они. Вот. Угощать угощал. А ее привез. Ее хороший знакомый. Который является заместителем директора одного учебного заведения. Красноярского края. Она ему позвонила. Красноярская. Говорит. У вас там поближе 100 километров Железа есть такое. Отвезите меня к нему. Он говорит. Мы не знаем такого. И получается не он ей сообщил про Железа. Про все. Про лучший сад в России. Нет. Она ему привез. На втором съемке. Она стоит рядом с ним. Но чтобы замдиректора, мягко говоря, не выставлять ни в этом свете эту фотографию, я просто убрал. Ну, а дальше все понятно. Вот такие мы можем 700. 700 тонн. Вот. Вот такими. С помощью таких. С помощью таких. Вот. А то, что я видел на фотографии привезла Лена Санна, например, живется со своим. И санкция там нету. Ну, еще раз. Вот эта болезнь всех, включая и институты, делают метровый штамп. Вот. Немкогда у них не будет 700 тонн? Никогда. Пока они не откажутся от этого штампа. А это мое Железа. Официальное заявление. Ну, что. На этом закончим разговор. Да, у меня есть трехлитровая банка с котчиками. Вишневая. Как-то было три трехлитровых банки. Вот. И уже я и дарил. И всем совал. В общем, получалось так, что. Ну, что ты будешь делать? Никому не надо. Вот. И начинать надо с этих сибирских. Почему? Есть еще две причины. Я уже закончу. Пусть это будет длинный разговор. Я закончу его так. Смотрите. Вот эта лекция. Так. И вот здесь вот. Есть еще два пути. Вот это вот. Я не успел подобрать лучшую фотографию. Это корневые отводки. Они сохраняют материнские качества. А вот это лучшая вещь. Вот. Сейчас покажу какая. Вот это Жуковская. Это привитая с Украины. Вот. Вот такая вот. И получается, что корневые отводки продолжает этот рост. Не дичая. То есть, это часть. Корневые отводки. Это часть материнского генера. И что еще хотел показать. Сейчас. Вот. Кстати, еще раз. Вот это есть. Мичуринские. Вот они. Институтские. Если это, значит, может быть, просто произойдет что-то хуже. Вот если это у них такие саженцы. Это сразу. Не чуть искал выбрасывайте. Учеба. Вот так где-то пятую часть можно оставить. Раз. Чик. 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 Тогда еще маленький шанс. Это уже саженцы больные. Переставшие. Перележавшие. Вот. Это инвалиды. Ну вот на этом и надо бы закончить. А что-то я еще хотел вам показать. Наверное, следующее. Все-таки рядом с ней, с этим, есть проблема черешин. Вот. Есть проблема черешин. Сейчас, 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 сейчас. Проблема, она заключается в следующем. Они еще менее распространены, потому что эти правила, вот этот дебильный штамп распространяются на черешин. Значит, их никогда в России не будет. Вот. А что для этого надо? Для этого надо начинать с нуля. Кстати, это студент Елена Александровна Савиньевич. Вот она, современная. Второй курс. Вот она, второй курс. Этих самые. Или как? Второй год будущий, вот она, будущий этим аспирантом. Вот. Вот у нее шансы большие. У нее и у Сергея Железова. Эти могли бы. Да, если бы я им в качестве... Ну, 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 вот разве бы Сергей бы переехал в Москву? Там, да, тоже там. Ну, кого могут взять? Человек с агрономом. агрономическое оборудование начальником отдела если бы он там выросил разве бы я пожалел все это для него это учеба следующий мой следующий вебинар послезавтра будет посвящен учебе это есть учеба а я сейчас значит что еще вот вот это я буду продавать дорого косточка 100 рублей но это я вынужден вернуться уже к рекламе а куда деваться но зато вот с этих двух деревьев с этого с этого с этого с этого с этих двух деревьев это брянская область это брянская область такой же сад есть башкирии таким же урожаем такой же сад и получается что все это реально не укрывное вот эти куски по 100 рублей мне еще надо успеть продать а когда он не прислал а сегодня или завтра то есть понедельник сегодня суббота я получаю посылку с ними 100 рублей штука вот делим с ним деньги пополам и мы я прикинул можем заработать аж по 30 тысяч рублей а вот ну сами знаете это очень много это грабеж вас мы вас ограбим получил по 30 тысяч по большому счету если бы это было меньше зарплатам если сейчас за эти деньги даже это житель не работает так что сильно за эту сцену меня не убивайте вот теперь я все сказал друзья отключаюсь какого-то следует запись пока